Здравствуйте! В эфире новости в студии. Олеся Акинфеева сегодня в выпуске. Для совместного решения проблем сегодня состоялось расширенное заседание Совета промышленности. Без ям и колдобин в городском округе Серпухов продолжается ремонт дорог. Сельскохозяйственное и гончарное дело. Два новых направления появились в школе номер 8. Благодаря национальному проекту образования. Заседание Совета по вопросам промышленности прошло сегодня в стенах одного из градообразующих предприятий – завода «Металист». Более 50 представителей организации заводов «Фабрик» городского округа приняли участие в нем. Провела встречу глава муниципалитета Юлия Купецкая. Все подробности в нашем сюжете. Нехватка специалистов и отток кадров в столицу. Один миллион человек ежедневно совершают утренний маршрут по направлению Москва. Это одна из самых серьёзных проблем, с которыми сталкиваются на многих предприятиях почти во всех городах Подмосковья. Сегодня руководители компании Серпухова тоже говорили об этом и обсудили предложение сотрудничества с губернским колледжем и другими образовательными учреждениями, где ежегодно выпускают сварщиков, мастеров слесарных работ, токарей, которые могли бы применить свои знания на практике, получить опыт и квалификацию. Задача встречи максимально обозначить общие тенденции и проблемы сферы промышленности, чтобы найти пути решения. За столом люди готовы говорить слух о том, в какой помощи они нуждаются, высказывают своё мнение по разным вопросам. Наши все промышленники – это люди, уже достигшие определённого уровня, это все профессионалы в своей области. Возможно, конечно, при таком большом составе какие-то проблемы решили не выносить, потому что это вопросы, касаемые частного характера. Но я не думаю, что у нас существует предприятие, у которых проблем нет. Проблемы есть, мы с этими проблемами знакомы, мы их пытаемся решать. Просто проблемы носят индивидуальный характер. Мы понимаем, что у нас есть определённые проблемы с развитием инфраструктуры, с развитием инфраструктуры на присоединённых территориях. Эту проблему как факт мы признаём. И, соответственно, мы должны выработать определённый механизм решения этой проблемы. Предложение по развитию инфраструктуры транспортной сети городского округа Юлия Купецкая выслушала сегодня все. Большая часть проблем будет решена уже в следующем году, отметила она. Бюджет на 2020 формируется. И высказанные рекомендации будут учтены. Предприятия нуждаются в финансовой поддержке для развития бизнеса, субсидировании и льготном кредитовании. Об этом отдельно говорили на встречу. Руководство Московского областного союза промышленников и предпринимателей рассказало о существующих мерах оказания помощи. А все возможности необходимо использовать, подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области. Владимир Головнев призывал представителей компаний заявлять о себе везде. Каждый муниципалитет имеет свою специфику. Где-то больше преобладает сельское хозяйство, где-то логистика, исходя из местоположения, где-то промышленность, в том числе оборонная промышленность. Что нам, наверное, отрадно, то что тембы экономического роста Московской области, они выше, где-то и существенно выше, чем в целом по Российской Федерации. Это говорит о том, что та экономическая политика, та промышленная стратегия, которая есть у нас в Московской области, она дает свой результат. Но я думаю, что нам предстоит сделать еще очень-очень много для того, чтобы действительно тот миллион человек, который каждый день ездит работать в Москву, работал здесь, на территории Московской области. В итоге, в рамках сегодняшней встречи администрация Серпухова подписала соглашение о плодотворном сотрудничестве с Московским областным союзом промышленников и предпринимателей. А формат заседания Совета по вопросам промышленности в будущем будет меняться. Представители муниципалитета и компании будут встречаться не только за кругом столом, но и на производственных площадках для обмена опытом, для более предметного диалога на базе учебных заведений, чтобы сформировать список потребностей в специальностях. Проблемных дорог в округе быть не должно. До 15 октября в муниципалитете, как и планировали, в порядок приведут 76 автомобильных дорог и 16 тротуаров. Как идет выполнение программы ремонта, расскажет Маргарита Кирикович. Мы теперь в сапогах не будем ходить. На улице Малая Лесная еще в начале лета до ремонта дороги пройти без сапог было непросто. Дождливую погоду она превращалась в сплошное месиво. Мы и кирпичи кидали, и камни, и доски. Спасибо. Спасибо. По просьбам жителей отремонтировали не только проезжую часть улицы. На Малой Лесной появился и тротуар. Удобно водителям, безопасно пешеходам. Хороший подарок получили жители Шараповой охоты. Здесь вместо запланированного ямочного ремонта капитально отремонтировали центральную и школьную улицы. Я как директор школы очень рада, что мои ученики ходят по асфальтированной дороге. Это улица центральная, которая ведет центральную часть поселка. Это единственная дорога, которая соединяет и восточную сторону, и западную сторону нашего поселка. Основные работы завершены, однако еще предстоит отсыпать обочины дороги. Качество ремонта контролируют и жители, и депутат. В начале сентября нам сделали дорогу. В том году нам сделали тротуарные дорожки для пешеходов. Но, конечно, большое спасибо за такую дорогу. Но хочется попросить, если возможно, сделать отсыпку пешеходной дорожки. Хочется, чтобы эта дорога служила для нас, для жителей, не на один год. Это пожелание жителей учтено, и дорожники все сделают как положено. Заверили специалисты Управления дорожного хозяйства округа. При приемке работы особое внимание уделяется качеству. Все работы планируется завершить до 15 октября. На что мы ставим на данный момент упор – это соединение улицы Весенней. И в этом году мы делаем первый отрезок – это от пересечения улицы Российская, Крупская до пересечения с улицы Весенней. Проехать по улице Весенней от Горького до 8-й медсанчасти было небезопасно. Этот участок дороги для движения автотранспорта вообще не приспособлен. Однако самые отчаянные водители все же рисковали. А воссоединить автомобильную артерию города жизненно необходимо, поскольку это уменьшит транспортную нагрузку на соседние улицы, Подольскую и Российскую, и сократит путь от вокзала до основной развязки дорог к поселку Большевики-Портвино. Альтернативный дублер, можно сказать, Московского шоссе. Но в этом году мы делаем только первый этап. Соединяем ее с улицы от Весенней до Крупской. Проект строительства дороги на улице Весенней пришлось дорабатывать в течение двух лет из-за обнаруженных здесь коммуникаций. Сегодня работы идут полным ходом. Всего до 15 октября в городском округе в порядок будут приведены 76 автомобильных дорог. В Серпухове создают новые профили обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа номер 8 стала участником национального проекта образования. Благодаря его реализации особенные дети смогут быть востребованы на рынке труда. Тему продолжит Ирина Баракина. Капельный полив, обогрев, правильное освещение. Эта теплица установлена на территории школы номер 8. Ее ученики с ограниченными возможностями здоровья теперь смогут обучаться сельскохозяйственному делу. В образовательном учреждении благодаря участию в федеральном проекте образования появилась новая дисциплина. Осенью и весной ребята будут выращивать зелень, летом помидоры, огурцы. Предмет ребята будут изучать и в теории, и на практике. Наше учреждение направлено на коррекцию познавательной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями. Это самая сложная категория учащихся с ограниченными возможностями здоровья. И здесь, конечно, предметно-действенная наглядная форма работы позволяет привести учащихся к каким-то навыкам, в том числе и социализации. Кроме швейного, столярного и слесарного дела в школе номер 8 появятся еще и гончарные. Обучаться ему будут дети с 5 по 10 класса в смешанных группах, подобранных по психоэмоциональному состоянию. Новое оборудование уже закуплено. Установка будет смонтирована в ближайшее время. Для того, чтобы войти в федеральный проект, была проведена большая предварительная работа. Был организован и проведен в рамках учреждения мониторинг состояния материально-технической базы учреждения. Выявлены потребности в оборудовании, которое необходимо для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. И этот проведенный материал мониторинга были переданы в Министерство образования Московской области. И, соответственно, было принято решение о включении учреждения в участие в данном проекте. В федеральный проект образования помимо школы номер 8 также вошло 21 образовательное учреждение. Реализация проекта позволит усовершенствовать систему обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит особенным ребятам быть востребованными на рынке труда. Госавтоинспекторы провели еженедельный профилактический рейд «Детское кресло». Они напомнили о правилах перевозки несовершеннолетних пассажиров. Репортаж Илья Сосеразова. В рамках профилактического рейда инспекторы останавливают все машины. Цель проверки – убедиться, что если в салоне есть дети, они удобны и надежно устроены в детском кресле. Вместе с сотрудниками ГИБДД в акции приняли участие и юные инспекторы движения. Они раздавали водителям листовки. В них рекомендации по выбору специально удерживающего устройства в зависимости от роста и напоминания о том, что дети до 7 лет должны перевозиться в детских креслах, а до 12 обязаны быть пристегнутыми. Госавтоинспекторы уверены, что такие профилактические мероприятия эффективны в борьбе с правонарушителями. Детское кресло у нас проводится на постоянной основе. Это ежемесячно, раз в неделю у нас проводятся профилактические мероприятия «Детское кресло». За время проведения акции нарушений не было выявлено. Напомним, несоблюдение правил перевозки детей грозит штрафом в размере 3000 рублей. Но главной мотивацией не нарушать законы остается сохранение жизни и здоровья ребенка. Ко дню рождения Серпухова жителей ждет еще один подарок. Две скульптуры павлинов украсят улицы города. Обе высотой в 2,5 метра. Вес каждый составляет около 400 килограммов. Очень приятно, что администрация доверила исполнение павлинов. Мне, потому что оно всегда приятно, живя в своем городе, что это делает полезно для своего города. Работа с металлом требует и физической силы, и сноровки, и любить надо металл. Потому что металл сам по себе неживой. И поэтому с ним тяжело всегда работать. Две кованые скульптуры представляют собой многоярусные цветочницы с подсветкой. Один из павлинов будет установлен на пересечении Борисовского шоссе с улицы Центральной 2-й рядом с Высоцким мужским монастырем. Тимофей Абрамкин стал победителем всероссийских соревнований по боксу класса А среди юниоров. Состязания завершились в воскресенье в Челябинске. Этот успех позволил Серпуховичу получить звание мастера спорта России. Призеры турнира стали кандидатами в мастера спорта. Наш чемпион занимается под руководством заслуженного тренера России Алексея Галеева. Опера возвращается в Серпухов. 14 сентября в 18 часов в Принарском парке любители искусства смогут увидеть оперу Мазепа Петра Чуйковского. Ее исполнят артисты музыкального театра «Геликонопера». А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте, на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok